Привет, я Антонио Сентена, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, господа, я помогу вам выбрать ваш первый портфель. Я знаю, что многие из вас недавно закончили вуз, может уже в армии, может только получили свой фантастический диплом и отправились в Нью-Йорк или Чикаго. Вам нужно хорошо выглядеть, когда будете переезжать или работать. Когда будете ехать в автобусе или на метро, вам нужно защитить свои важные документы. Друзья, портфель отлично подойдет, но так много видов, различных стилей и размеров ценой от 100 до 1000 долларов. Как сделать правильный выбор? Друзья, вот пять советов, но очень много деталей, которые описаны в статье на Real Men Real Style. Там будет все, в статье я даю целых 9 советов. Сегодня я решил быть немного проще, я хотел бы увидеть ваши комментарии, какой момент я упустил, в том числе в статье, а какой вам больше понравился. Прочитайте все материалы. Итак, первый совет, который я могу дать людям, когда они прицениваются к портфелю хорошего качества, ищите качественный материал. И главное, на чем останавливаюсь дольше всего, это кожа. Я знаю, что портфели делают и из других материалов, но я считаю кожу самым стойким, проверенным временем материалом. И тут есть много вариантов. Я расскажу о трех самых распространенных видах, которые можно встретить. Это full grain, top grain и genuine leather. Поймите, кожа это очевидно шкура животных, чаще рогатого скота. И full grain, участок с вершины спектра, чаще всего наивысшего качества. Чаще всего долговечно, поэтому наиболее желательно. Я сказал чаще всего, потому что очень много вариаций, в зависимости от вида животного до технологии. Но главное, если вы найдете full grain портфель, цена будет велика. Потрогайте, она очень податлива, выглядит хорошо от именитого бренда. Цена такого портфеля будет в пределах от 500 до 1000 долларов обычно. Потому что материал стоит того. Берется кусок кожи и остальные материалы, которые уже стоят 100-200 долларов, то есть оправданно. Не всегда есть возможность взять full grain. Хоть и она отличная, очень долговечная, но можете также присмотреть топ-грейн. Что это? Сбревается часть эпидермиса, остается немного кориума. Эта часть довольно прочная. Если можете представить, на рисунке будут более крупные волокна, потом проходит обработку, после чего чаще она будет немного более податливой, мягче. Чаще подвержена проникновению воды, так что не очень в смысле защиты документов, но цена дешевле. Также сумка выглядит немного мягче. Вот пример такой. Сумка компании Кейт. Хорошего качества, по хорошей цене. Заходите на сайт. Это full grain. Определил на глаз, потому что видны потертости на самой коже. Full grain нужно немного времени, чтобы они отшлифовались. А это уже топ-грейн. Гораздо мягче. Позже расскажу о различных стилях. Также встретите genuine leather. И по схеме опускается немного ниже топ-грейн. И захватывает все слои ниже. Вы также можете встретить четвертый термин. Это искусственная. Fox Leather кожа. Вы можете спутать. Искусственная кожа. Это не кожа. Вот пример такой сумки в стиле Аташе. Один из моих первых кейсов. Я купил его, будучи в Украине. Где-то в 2002 году. Ну, 15 лет назад. Я не так много им пользовался, но как вариант. Но как некоторые вскрикнут. Эй, Антонио, не могу поверить, что ты это рекомендуешь. Но для вашего первого портфеля, пусть это будет эксперимент. Так вы можете найти то, что послужит несколько лет. Итак, поговорили о видах кожи. Это первое, что определяет цену, господа. Итак, присмотритесь к коже. Я лично советую только после вашего второго, третьего портфеля рассматривать дорогую покупку. Для начала присмотритесь к бренду Кейт. К их отличной цене. Они есть и на Амазоне. Это хороший уровень, чтобы начать. Второй пункт. Комплектующие. Сюда входят все компоненты. Молнии, застежки, все вроде этого. Поймите, если они потратили столько денег на кожу, навряд ли они будут скупаться на комплектующие. Что, конечно, может поднять цену, особенно если используются легкие материалы. Сталь слишком тяжелая, титан или алюминий легче, но дороже. Также вам нужно быть осторожнее. Когда присматриваете сумку, подумайте, для чего вы будете ее использовать. Если вы берете на каждый день, аккуратнее с молниями. Они ломаются чаще, чем застежки. Если сумка сделана из хорошей кожи, да еще и с застежками, отнеситесь бережно и она прослужит вам 100 лет. Итак, смотрите на комплектующие. Это также индикатор качества. Как они сделаны, какие заклепки и так далее. Третий пункт. Стиль сумки. Прямо сейчас покажу пару вариантов. Это стиль атташе. По традиции, портфели имеют жесткие края. Причина тому, что вам нужно защитить важные документы. В наши дни мы используем ноутбуки и увеличилось количество моделей портфелей. Если перенесемся в прошлое, в 14 веке началось с ранца. Уже в 1850-х, 1900-х стали использовать твердые кейсы. В наше время, что забавно, вернулись к сумкам, ранцам, ко всему подобному. Потому что все сохранено на ноутбуках, и вещи меняются, так как бумаги стало меньше. Но вам нужно выбрать модель специально для себя. Это сумка-мессенджер. Специальный дизайн, чтобы носить там книги. Положите туда ноутбук. Желательно, чтобы он был полегче. Вместительная сумка. Это технический портфель, но можете носить как рюкзак. Ну или подобный пример. Более классический. Уже пожестче, но здесь это не самое главное. Это про стиле. Теперь поговорим о размере. У меня есть хороший друг, у которого есть отличный портфель, который он никогда не носил. И знаете почему? Он слишком большой, чем нужно. Он принял его в подарок и оставил у себя в офисе. Он говорил, что воспользовался им дважды за 10 лет. Он красивый, ему нравится, но слишком большой. Убедитесь, что вы выбрали правильный размер. Кроме того, помните о коже и комплектующих. Помните, от размера зависит и вес. Некоторые сумки, особенно тех компаний, которые делают очень долговечные, прочные комплектующие, в сумме с размером делают очень неудобным в использовании. Убедитесь, что вы обратили внимание на все и вы купили сумку с правильным весом и остальными критериями, которые нужны. Посмотрите размеры. Вот почему я люблю Амазон. Там все расписано. Сайт Кейт. Благодаря им вы смотрите это видео. Мне интересно, как вы выберете свои параметры, с чем вы определитесь, что вам понравилось. Очень важно для ваших нужд. Пятый пункт. Ваш образ жизни. Если вы живете в городе, вам нужен кейс, который выглядит гладко. Будь вы в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, возможно, что-то черное. Если вы живете ближе к сельской местности, как я, я живу в Виттенберге. И ближайший ко мне город Васса. Другой большой город Гринбэй, в котором только 103 тысячи жителей. Я больше выбираю, я бы сказал, сумки с суровым видом. Обычно светло-коричневый портфель, на котором видны потертости, царапины. Если вы правильно ухаживаете, о чем у меня есть другое видео. Мне нравится, как он выглядит, но вы можете присмотреть что-то потемнее. Даже черный, если живете в городе. Но все зависит от вашего образа жизни. Вот все пять советов. В статье на Real Men Real Style есть еще четыре. Снова, сумки Кейт представлены в большом выборе и по хорошей цене. Друзья, дайте знать, что вы думаете в комментариях. Какой ваш любимый тип портфелей? Спишемся в комментариях. Берегите себя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok